Друзья, привет! Вы на канале Воколесо, и сегодня мы с вами посмотрим отличия Icon Tires Autograph Echo 3 от близнеца, из которого она была создана. Это Nokian Haka Green 3. Естественно, вы все знаете, что это получилось из-за переименования Nokian Vicon, там какие-то продажи у них идут, не знаю, насколько кто кому продался, так скажем, да, и чем все это дело закончится. Но сейчас имеем факт того, что всем привычную Haka Green 3 мы видим с вами под новым названием. Мы уже делали с вами видео по Nordenus X3, подобное. Естественно, обзор полноценный я делать сейчас на эту шину не буду, потому что это не имеет ни единого смысла. Если вы хотите о ней узнать максимально больше, как работает протектор, всякие разные мелкие детали, вы можете посмотреть отличнейший обзор по Haka Green 3. По сути дела, эта шина таковой и является. Это видео призвано ответить на единственный вопрос, который будет возникать у многих. А чем же отличается и отличается ли чем-то после переименования эта модель? Какие мелкие детали мы с вами можем заметить? По протектору все то же самое, никаких отличий. В общем-то, в обзор по Haka Green заходите, посмотрите, я думаю, что там будет все понятно. Отличия по поводу боковин я уже говорить не буду. Icon понятно написан, точнее боковин по части написания на них различных символов. Какой-то вот такой вот листочек. В общем-то, все это, наверное, по замыслам дизайнеров должно смотреться красиво. Ну, по крайней мере, не отвратительно. Смотрится нормально, приемлемо. Но мы с вами будем заострять внимание на цифрах, то есть на наших привычных с вами замерах. Вот в этом будет крыться вся, так скажем, суть. Давайте вкратце. Первое, что мы сделаем, это замерим глубину рисунка протектора. Совпадет или нет? У Haki Green 3 было, если быть совсем уж точным, 7,76 глубина рисунка протектора. По данной модели мы с вами видим, что глубина протектора на 100% совпадает 7,76. Даже удивительно. Имеется в виду по такой точности. Далее, что мы с вами еще можем посмотреть? Конечно, мы с вами всегда смотрим твердость состава смеси по шору. И этот случай не исключение. По Haki Green 3 мы с вами делали замер и видели, что 58,8 единиц шора была твердость состава смеси. Здесь мы с вами также сделаем три измерения, выведем среднее и сравним с тем, что было. Так, первый замер это 58,5 единиц шора, второй замер это 58,0 и третий 58,5. Видим с вами, что средний показатель это 58,3 единиц шора, что в общем-то в пределах погрешности. 0,5, я думаю, что погрешность прибора вполне сюда вписывается. Поэтому отличий здесь тоже нет. Едем дальше. Дальше. Толщина боковины. Если у Green 3 толщина боковины, вы видите, что была 6,4 мм, то здесь нас ждет некоторое удивление даже. Толщина боковины 4,7. И все-таки разница между 6,4 приличная. Прямо давайте так. Это уже не спишешь на погрешность прибора. Да, ладно, если бы она была 6,2, ну 6,1, ну окей, даже 6,0. Еще можно было бы как-то подумать. Но здесь 4,7. Очевидно, отличия здесь есть. По слоевности каркаса. По слоевности каркаса мы с вами видим абсолютно ту же самую картину. Один слой полиэстера, двойной стальной брейкер, один слой полиамида на слой трет, то есть та часть, которая прикасается с дорожным полотном. Боковина это один слой полиэстера. Здесь то же самое. Один в один. Ничем не отличается. Окей, едем дальше. Вес. Вот по весу тоже интересно. У меня просто на самом деле так сердце даже стучало, потому что я вот начал думать, а может быть я тогда ошибся. Ну вот знаете, всегда вот начинаешь копаться в себе. Думаешь, может быть косякнул где-то, да. И вот я начал думать, что если сейчас я поставлю на весы и вес сойдется, то это будет мой личный фейл, мой личный провал. Но мы ставим эту шину на весы и видим с вами что? 6,6 килограмма. Я даже подвинул весы, ну вот как бы в другую точку и еще сделал один раз замер, ну взвесил. И получил ту саму цифру 6,6. Тут уже никуда не денешься. Вес также меньше. И это вписывается в общую картину. То есть боковина тоньше и вес меньше. По-моему, все очень четко, по фактам вопросов нет. Удивительно, на самом деле, я не ожидал, что будут отличия. И теперь вы знаете, какие. Я, друзья, надеюсь, это видео было вам полезно. Обязательно, если не смотрели видео по нормам с X3, тоже посмотрите. Но в любом случае на нашем канале просто огромнейшее количество интересных видео. Технических, обзорных и так далее, исторических там. Поэтому подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, которые, думаю, что будут вам очень полезны. Ставьте лайк этому видео, потому что все это дает нам лучшую мотивацию делать для вас эти видео и дальше. И спасибо большое, что досмотрели до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok